Привет, айтишники! В этом видео мы с вами рассмотрим новую сборку, которая отлично балансирует в плане цены и качества. Опять же, если вам нужен RTX. В противном случае видеокарту можно поменять. Данный ПК создан для 2К гейминга, разрешения при ультра настроек. Также можно и в 4К побегать, но сами понимаете, данное разрешение пока не очень популярно. Если соберетесь заказывать с компьютер-универс, то я оставил для вас бонус-код на скидку в 5 евро в описании под видео. В тестах у меня будет мало игр из-за неполадок. Я пытался подключить 4К телевизор для тестов, но половина игр почему-то просто не хотели записываться. Из-за каких-то настроек телевизора. В будущем приобрету себе экран, а пока у меня вышло только 3 игры на этом тесте. В двух разных разрешениях. Первое Full HD, второе 2К. Перейдем к комплектующим. И блок питания у нас типичный. От компании Chieftec, модель GPS700S. БП на 700 Вт. Для нашей сборки хватает. SSD на 256 ГБ от компании Apacer. Модель Pantera для системы и пару игр. Жесткий диск Seagate. Модель Barracuda на 1 ТБ для тяжелых игр и хранилища. Оперативной памяти 16 ГБ. Две планки по 8 ГБ каждой на частоте 3200 МГц. Ну а я ее разогнал до 3600 МГц. Модель ERD-MX от Goodram. Процессор у нас от AMD. Ryzen 5 3600X. Это свежий процессор. И на техпроцессе 7 нанометров. Имеет 6 ядер, 12 потоков. Частота 3,8 ГГц. Частота Boosty 4,4 ГГц. По всем ядрам разгоняется до 4,2 ГГц примерно. Кэш третьего уровня 32 МБ. И ТДП 95 Вт. Процессор неплохой. Подходит как для игр, так и для рендера видео. И материнская плата B450 Aorus Pro. Материнка на АМ4 сокете. Позволяет все разгонять. Имеет RGB огоньки и прочие интересные вещи. При этом выглядит очень стильно. Гибридная схема фаз питания 8 плюс 3. Плата имеет радиаторы охлаждения на мосфетах. И хорошо подходит для разгона даже 8 ядерников. В целом это неплохая за свой ценник. И после прошивки поддерживает третий Ryzen. Видеокарта у нас от NVIDIA RTX 2070. Супер в исполнении от Габайт. Требует 1 8-пиновый и 1 6-пиновый кабель питания. Имеет отличную систему охлаждения. Массивный радиатор и три вертушки хорошо отводят тепло. Карта имеет крупные размеры, поэтому не для маленьких корпусов. Бэкплейт на задней части для красоты. Данная видеокарта по тестам примерно равна RTX 2080, но стоит в то же время дешевле. И главной задачей нашего ПК являлась RTX технология, а именно ее поддержка. И запуск игр в ультра настройках в 2 кар разрешении. Также для сравнения я протестировал и Full HD разрешение. Запись видео осуществлялась при помощи видеокарты программой ShadowPlay. Именно она не хотела записывать некоторые игры с телевизора, по неизвестным мне на то причинам. Начнем с тестов Cinema Bencher 20 и мы набираем 3611 баллов, при этом гоняя такой процессор как Ryzen 7 1700. А я напомню секундочку, он имеет 8 ядер и 16 потоков. Первая игра на тесте будет Ведьмак 3. Настройки Full HD и все на максимум. И тут все отлично. В среднем 105 кадров. График кадров ровный, время кадра хорошее. Видеокарта нагружена как следует. Процессор всего нагружен на 40%. На Full HD разрешение в общем все выглядит красиво. Теперь разрешение 2К и все на ультра. Видеокарта нагружена 99%. Время кадра стало выше, а на графике зарытка начали появляться пульсации. И в среднем у нас 77 кадров. Чего для подобной игры достаточно. То есть в 2К можно побегать в Ведьмака на самых высоких настройках. Следующая игра на тесте Watch Dogs 2. Разрешение Full HD и ультра настройки. Данная игра больше нагружает процессор, чем видеокарту. Хотя видеокарта также сильно нагружена. Процессор нагружен при этом на 75%, видеокарта на 95-96%. Игра идет гладко, проблем не замечено. График кадров и время кадра тоже хорошее. В среднем мы имеем 75 кадров на Full HD разрешении. Теперь давайте попробуем 2К разрешение и ультра настройки. Тут видеокарта напрягается сильнее. Загрузка колеблется от 96 до 98%. Процессор нагружается до 80%. Время кадров у нас выросло, но график кадров смотрится неплохо. В среднем у нас 60 кадров, чего также хватает для данной игры. Игра идет гладко, проблем особо не замечал. И последняя игра на тесте это Метро Исход. Настройки Full HD, DirectX 12, включен RTX и Hairworks. Все настройки на ультра. И перед нами карта Волга. Время кадра неплохое, как и график. Игра идет гладко и без проблем. В среднем мы имеем 92 кадра. Что хорошо для такой игры. Видеокарта работает на 97%. Процессор работает на 60%. Система не перегружена. И теперь поднимем разрешение до 2х, то есть 2560 на 1440. Настройки те же, все на ультра. Видеокарта и процессор нагружены сильнее. Время кадра чуть выросло. График кадров не сильно изменился в свою очередь. Игра при этом идет довольно гладко и картинка выглядит приятно очень. В среднем у нас 67 кадров. И для одиночной игры такого типа, я думаю этого хватает. Учитывая, что местами он будет еще выше в зависимости от локации. Это было довольно короткое видео. Как я сказал возникли сложности, но я думаю наглядно видно, что и до 2к гейминга данной сборки ПК хватает. Игры идут хорошо даже с включенным RTX. Ну а если для вас данная технология не имеет значения, то карту может заменить на более дешевую от компании AMD, скажем RX 5700 XT. Всем спасибо, мои дорогие айтишники, за просмотр данного видео. Я надеюсь вам понравилось побольше геогерц. Подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии, мысли в комментарии. То есть спасибо, да. До новых встреч. 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 Продолжение следует...